Закрытие улицы Кирова было анонсировано за неделю до намеченного по плану начала ремонтных работ. Эта улица одна из старейших в Гродно. К тому же дорожное покрытие не знало здесь ремонта многие годы. А между тем эта улица, пусть и небольшая, испытывает на себе колоссальную транспортную нагрузку. Здесь пролегает много маршрутов общественного транспорта. Да и личным автомобилям через Кирова предпочитает добираться до центра многие автомобилисты. До 24 июля им предстоит искать другие маршруты. Впрочем, те, кто работает на этом объекте, понимают всю ответственность, возложенную на них. Выполнить работу нужно в срок, очень быстро и очень качественно. А значит, ни минуты промедления нельзя себе позволить. Дорожники сняли верхний слой асфальта и теперь у предприятий Гродно-Водоканал есть возможность сделать свою часть работы. Провести замену отдельных коммуникаций. Мы проводим свои работы, имеющие, то есть имеем наличие коммуникации. Это сети водоснабжения, водоотведения. Но и учитывая сжатые сроки, полностью замену сетей производить не будем. Наша основная задача – это выполнить ремонт колодцев, а их у нас насчитывается здесь порядка 40 штук. Но выполнять работы мы будем тоже частично. Замена горловин, замена люков. Что касается сетей водоснабжения, меняем только стальные участки в колодцах и запорно-регулирующую арматуру. Коммуникации по этой улице тоже довольно старые, но выполнены и щегуна, и по оценкам специалистов, сейчас находятся в весьма приличном состоянии. Заменят только те, что из стали. К слову, работы по замене запорно-регулирующей арматуры самые хлопотные, поскольку сопряжены с необходимостью полного отключения водоснабжения пользователя. В связи с этим работы, вероятнее всего, будут выполняться в ночное время. Впрочем, и сейчас рабочие трудятся с 8 утра до 9 часов вечера, подгоняемые сжатыми сроками. В итоге здесь появятся так называемые плавающие люки, они наиболее износостойкие, и, кроме того, благодаря особой технологии, они позволяют увеличить сохранность нового дорожного покрытия. Такие уже установлены на тех дорогах, где в этом году проходил ремонт. Большая Троицкая, Тимирязева, проспект Космонавтов и Социалистическая. Но госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей на то, что для проезда участок от улицы Буденного до улицы Урицкого недоступен до 24 июля, и просит учитывать это при формировании своего маршрута.